Так, ну а далее мы поговорим о двух самых часто употребляемых сервисах Ажура для построения классической бизнес-аналитики и использования данных, полученных с помощью этих сервисов, дальше Power BI. Первый сервис, который называется Logic Apps. По сути, если вкратце, этот сервис представляет из себя простой сервис для того, чтобы соединить двех каких-либо системы и каким-то образом обработать данные. Как я уже сказал ранее, сервис облачный. Сервис не требует наличия каких-то специальных аппаратных либо программных средств. Создается, как обычно, все создается в Ажуре через портал Ажура с помощью простого визарда. Для работы используется графический редактор в браузере, в котором вы, как пользователь, можете перетаскивать разные активности, добавлять разные активности, использовать разные контейнеры, использовать циклы и прочее, прочее, прочее. То есть, писать, скажем так, какие-то воркфлоу, что-то типа рабочих процессов. Ажур в логикапс позволяет подключать разные источники данных, как я уже говорил ранее. Это могут быть как локальные источники данных, так и облачные источники данных, всякие OneDrive, SharePoint, прочее, 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 прочее. Разные сториджи в Ажуре и так далее, так далее, так далее. Сценарии, которые решаются с помощью этого продукта, очень разнообразные. Все сценарии создавать просто. Если не хватает тех активностей, которые есть в Ажуре Логикапс, можно использовать универсальные, скажем так, активности, которые имеются. Это активности, которые подключаются к различным веб-сервисам и обращаются к этим веб-сервисам, выполняют обработку полученного ответа. Также Логикапс позволяет увеличить продуктивность всех бизнес-процессов, достигается это с помощью автоматизации. Автоматизация, опять же, может быть разной. Логикапс может запускаться как по требованию, так и по какому-то расписанию. Ну и, что также немаловажно, Логикапс позволяет использовать машин-ленинг, машинное обучение и различные когнитивные сервисы, сервисы распознавания голоса, изображений и прочего, прочего, прочего. Второй сервис, о котором бы хотелось поговорить, это сервис, который называется DataFactory. Опять же, сервис, для чего используется сервис в простых выражениях? Данный сервис используется для создания DTL либо ELT процессов, workflow, без написания кода. Если кто-то когда-то уже использовал это, то понимаете, о чем тут идет речь. Если не использовал, то дальше на демонстрации покажем, как это выглядит вживую на портале Ажуры. Опять же, сервис, как и предыдущий, является облачным. Это означает, что он не требует для себя каких-либо то ни было дополнительных серверов, либо мощностей. Сервис может подключаться к разным источникам данных. И те data flow, которые написаны в этом сервисе, могут быть легко масштабированы и повторно использованы в случае такой необходимости. Что этот сервис делает глобально? Этот сервис уже служит для того, чтобы трансформировать и преобразовывать, а также в случае необходимости обогащать ваши данные из каких-либо то ни было источников. Опять же, источниками могут быть разные файлы, базы данных, блоб сториджи, разные сториджи, которые есть в Ажуре. И трансформироваться данные также могут из одних сториджей в другие сториджи. И вот эти два сервиса, как я уже говорил ранее, являются самыми часто употребляемыми для построения классической бизнес-аналитики. Для того, чтобы данные, полученные с помощью Logic, App и Data Factory, можно было дальше использовать Power BI. Ну и соответственно, на текущем слайде вы можете посмотреть, скажем так, принципиальную или примерную архитектуру, в которой используется и Azure Functions, о которых мы говорили ранее, и используется Logic App, и используется на каком-то этапе. Здесь на слайде не отображено, но тем не менее используется Data Factory для того, чтобы данные обработать. Ну и соответственно, после того, как все данные уже обработаны и сложены в нужные и правильные места, можно уже использовать Power BI для того, чтобы встроить аналитику на основании тех данных, которые мы получили с использованием двух предыдущих сервисов Azure. После небольшой теоретической части по поводу сервисов Azure Logic App и Data Factory, перейдем непосредственно к демонстрации работы этих сервисов и их создания. Для того, чтобы создать тот либо иной сервис, необходимо, как я уже говорил ранее в ведущих демонстрациях, перейти в браузере по ссылке portal.azure.com и ввести логин и пароль в логинице и, соответственно, попасть на вот такой вот дашборд вашей подписки Azure. Для того, чтобы создать Logic App, необходимо выполнить очень простые действия. Первое действие — это нажать соответствующий Ctrl, создать ресурс, как, в принципе, и всегда в Azure. Далее в поле поиска ввести название необходимого нам сервиса, который называется Logic App, выбрать его, соответственно, нажать далее кнопку Create. Кому интересно, может познакомиться на страничке с кратким обзором данного сервиса с представленной информацией. Ну и вот ниже есть фриншот, как образец этого, как образец Logic App. Далее нажимаете на кнопку Create. Выбираете подписку, если у вас их несколько, указываете группу ресурсов. Я сейчас пока создам новую группу ресурсов. Вводите название. Выбираете локацию географическую, где будет находиться ваше приложение. Нажимаете кнопку Review Plus Create. Либо нажимаете, следует кнопку для указания тегов. И создается, после проверки и валидации всех данных, запускайте создание этого сервиса в Ажуре. Создается довольно-таки быстро. Необходимо подождать. Ну вот буквально за несколько секунд данный сервис создался. Переходим к этому ресурсу. И запускаем в разделе Development Tools Logic App Designer. Далее, если есть необходимость, можно использовать уже готовые шаблоны для создания какого-либо приложения. Мы же будем создавать с нуля. То есть выбираем вариант создать пустой Logic Apps. Далее, все триггеры и все экшены, которые могут быть использованы при разработке Logic App, представлены вот на этой странице, которые сгруппированы. И они сгруппированы по нескольким группам. Это встроенные коннекторы, экшены, стандартные уровня Enterprise и самостоятельно разработанные коннекторы, либо экшены.